Мы возвращаемся в Курск, где через несколько минут определится победительница первенства России по фехтованию на шпагах среди девушек, первенства России среди спортсменок до 17 лет. И вот Айзанат Муртазаева, представительница Москвы, и ее соперницей будет Евгения Жаркова из Ростова-на-Дону. Вот она на ваших экранах. Вы знаете, хочется, пока еще поединок не начался, наверное, поздравить всех россиян с днем победы в Сталинградской битве. Именно сегодня, 2 февраля 1943 года были окончательно разгромлены немецко-фашистские войска в этой самой кровавой, самой большой битве в истории человечества. Ну, вернемся все-таки здесь, на дорожку. Слава Богу, у нас битва сегодня. Не кровавая, а очень даже хорошая, милая, я бы сказал, встречаются две девушки в финале, выходили на дорожку с хорошим настроением, улыбались. Евгения Жаркова, Айзанат Муртазаева, встреча за золото, первенство России 2017 года. Я хочу сказать, что вот рассудили нас родители Дианы Александровой, именно так действительно ударение. Очень приятно, кстати, что нас смотрят родители, ну, а родителям, наверное, было приятно увидеть, ведь как их дочь вошла в число призеров такого турнира, как первенство России. Но, правда, на этом для нее соревнование заканчивается. Мы хотим напомнить, что завтра будут командные соревнования у юноши и у девушек по шпаге. И финалы в 17 часов у юноши, в 18 у девушки. Я просто сразу все уж выложил, потому что, чтобы в конце не отвлекаться, может быть, будет решающий какой-то момент. Ну, а сейчас пока 1-0 повела Айзанат Муртазаева. 2-1, уже обоюдный укол нанесли бойцы. Ну, встречается сейчас первый номер всероссийского рейтинга и первый номер, так сказать, рейтинга после групп на этих соревнованиях. Только один из них останется с единичкой. Ну, и третий номер всероссийского рейтинга Евгения Жаркова, кстати. То есть, так что, очень серьезный поединок. Ну, уже совершенно точно можно сказать, что первым номером так и останется Айзанат Муртазаева, а Евгения Жаркова будет второй. 2-2 сравнял Евгения. Вот в полуфинале, прямо в спринтерском темпе, прошел поединок Муртазаевой и Эллы Минулиной. Спортсменки меньше, чем половину периода пробыли на дорожке, минута 24 секунды, по-моему, да? Ну, и сейчас тоже Муртазаев так форсировала события, два укола нанесла очень быстро. Ну, все-таки, да, немножко помедленнее, но тоже действительно темп взят такой, очень даже хороший. Между собой они тоже встречались четыре раза. Ну, вот здесь, надо сказать, счет 2-2. 15-14 на Анечковом дворце выиграла Муртазаева. Потом с таким же счетом на всероссийских соревнованиях в Самаре победила Жаркова. На этапе европейского кадетского цикла в Хайденхайме они встретились в командных соревнованиях за разные сборные России, выступали. И тогда тоже выиграла Жаркова 5-4, но Муртазаева 15-5 выиграла уже в этом году на новогоднем турнире памяти Брена в Казани. То есть три боя между ними было таких упорных, но в одном Муртазаева победила крупно. Сейчас она ведет 4-3. Ох, какие фиолетовые шнурки у Жарковой. Готово. 4-3. Возвращается на дорожку. Привела обувь в порядок. Так, вот здесь такого прессинга не получается у Айзонат Жаркова постоянно. То в ближнюю дистанцию, то в дальнюю отходит. Активно идет поединок. Айзонат в атаке, но первый укол. Четвертый. Первый укол наносит Жаркова в этом розыгрыше. Ну вот, возможно, это связано как раз с тем, что целый Минулина Айзонат зафехтовала всегда хорошо. Выдержала 4, а теперь уже и 5 побед в сезоне в пяти встречах. А вот с Жарковой, видите, счет равный. Жаркова представляет себе, как бороться с Муртазаевой, наверное. Ну, здесь стоит сказать и о том, что Муртазаева гораздо старше. Ну, не гораздо старше, она опытнее, гораздо старше на 2 года всего, чем Элла Минулина. На год. На лево. На год. Айзонат 2001 года рождения, 23 сентября. Причем Элла Минулина 2002 февральская. Так что она даже, можно сказать, на 4 месяца всего старше Айзонат. Ну, по опыту и, так скажем, по очкам, по количеству набранных баллов в автороссийском рейтинге, Муртазаева далеко впереди не только Элла Минулина, но и всех остальных. Ну, и вот это как раз то, о чем я хотел сказать пару слов в конце поединка Муртазаева и Минулины. Есть небольшое опасение, хватит ли сил Айзонат, даже, может, не физических, эмоциональных, вот этих, психологических, бороться. Ведь она и по юниорам сейчас занимает 4 место во всероссийском рейтинге. То есть выступает по юниорам, по кадетам. А впереди ведь еще вот первенство мира. Этапы Кубка мира юниорского впереди тоже, где она выступает. Был такой пример. Марта Мартьянова несколько лет назад тоже выиграла и юниорская, и кадетская первенство России выступала и там, и там. Но вот как раз на концовку сезона-то ее не хватило. Марта Мартьянова раперистка того и сезона. Ну, посмотрим. Мы верим в наших тренеров. Все-таки, ну, такой пример не самый удачный был. Сокращает отставание Муртазаева. Дает воле эмоциям, как мне кажется, впервые вот за время полуфинала-финала. Поднастроилась, подразозлилась. Москвичка. Прессингует Жаркову. Вот на прямых ногах входит в дистанцию. Кстати, в прошлом году Айзанат Муртазаева была второй на первенстве России среди кадетов. Победила Анастасия Солдатова тогда, тоже спортсменка из Москвы, которая, кстати, выиграла и в 2015 году. То есть две победы подряд было у Анастасии Солдатовой. Ну, Муртазаева, если сейчас выиграет, так как она 2001 года рождения, то сможет тоже и в будущем году побороться за первое место на этих соревнованиях. Как минимум у меня будет уже дубль подиумов. Вопрос только о золотой. Будет эта медаль. Или серебряный будет думы. Раньше уходит спортсменка на перерыв. Да, 9-7. Вот Юлия Гараева сейчас что-то будет подсказывать. Этот тренер Айзанат. Пытаться как-то, наверное, переломить. Хоть встречи надо. Ну, а Жаркову тренирует Николай Татаринов. Нужно сказать, что согласно классификации до групп, первым номером была Айзанат Муртазаева в соответствии с системой отбора, а второй – Бавуги Милена. Но вот Бавуги очень плохо отфехтовала в группе. Ну, как плохо. Все победы, но много уколов получила. Поэтому в турнирной сетке должны были сойтись за вход в 16 Муртазаева и Жаркова. Но не случилось. Ой, да, Бавуги, простите. Но этого не случилось. Милена уступила Тимофеевой в финале Евгения Жаркова. Но, тем не менее, Милен Бавуги все равно осталась в числе лидеров всероссийского рейтинга. Она занимала перед стартом второе место. Но сейчас, конечно, Жаркова ее обошла. Да и, кстати, Минулина тоже. Так что Жаркова будет, Муртазаева останется во главе всероссийского рейтинга. Жаркова будет второй минулина третий, а Бавуги четвертый. 15 секунд второй трехминутки прошло. 9-7. Идет по-прежнему спортсменка из Ростова. А Муртазаева все так же в атаке. И уже, казалось, будет команда стоя. Да, да, да. Дожала. Айзонат развернулась спиной уже даже Жаркова. Но право на ответ было у Муртазаева. Она его использовала. Да, вот в чате Дмитрий Вяльдин предсказал. Даже конкретный счет. 15-11 победит Муртазаева, он написал. Ну, Дмитрий, если вы это угадаете, вам прямая дорога будет в битву экстрасенсов. Посмотрим. Готово. Начали. Ну, или на вакансию букмекерскую контору. Муртазаева не выпускает Жаркову с ее половины дорожки. Жаркова прыгает вперед-назад. Пытается дернуть соперницу. Ну, собственно, и в первом периоде-то был такой же рисунок боя. Тоже Айзонат в основном была в атаке. Евгения работала вторым номером. Это успешно. И вот сейчас она продолжает действовать, исповедовать такую тактику. Ну, и тоже обоюдный укол. Он ей на руку. Хотя преимущество ее, конечно, невелико. 10-9. Вот Айзонат Муртазаева. Как я уже сказал, в этом сезоне она выиграла уже 8 турниров. Неплохо бы округлить до 10. Пусть даже не в этом, а на первенствах мира и Европы. Вот я был бы за. Ну, а там можно сделать 12 по одному подиуму в месяц. Тогда уже будет. Интересно посмотреть в книге рекордов Гиннеса такую фехтовальную бы. выигрывал ли кто-либо 12 турниров в году. Впрочем, включая внутренние, наверное, да. Готово. Начали. Минута прошла. Во втором периоде. Муртазаева. Все давление оказывает. Не достает в атаке. Жаркова сама не рискует вперед идти. Кажется, что у Евгении Жарковой немного более длинная. Она чуть повыше. И руки у нее несколько более длинные. И она пытается и достаточно успешно использовать это преимущество. 11-9. Счет 10-й. Муртазаева наносит. Готово. Начали. Снова минимальное преимущество. Но с каждым уколом Евгения Жаркова ближе. С золотом. Если быть верным прогнозу Дмитрия Вельдина, больше не должна наносить уколов Евгения Жаркова. Но вот прогноз у нас не сбывается уже как минимум. Потому что счет 12-11. Так. Вот Георгий Буянов. Еще чемпион России среди юниоров. А шпаги-то тоже, говорит, что Муртазаева чемпион. Пока что только Евгения Жаркова возражает массе наших зрителей. Посмотрим. Парад репост. Сравнивает счеты. Вот Эзонат. Можем посмотреть еще раз. Парад сильнейший такой. Ну, Олег Козлов говорит, что Жаркова, по-моему, более игровой стиль. Ну, а полуфинала Эзонат Муртазаевой с Элой Минулиной вы видели? Там, конечно, да. Да, поэтому иногда бывает, наверное, все зависит от конкретного боя, от того, что позволяет тебе соперник. 12-12. На прямых ногах двигается Эзонат практически. Решила постоять, наверное. Может, на перерыв хотят уйти. О! Снова Евгения Жаркова. Я думаю, что она вызывала на себя все-таки ростовскую спортсменку. Хотела Парад репост сделать. И сейчас то же самое, я думаю. Но пропустила, не удалась ее идея. Посмотрим, что сейчас. Сейчас уже надо самую колоть. В ногу не достает. Парад репост. Есть 13-й. Равенство. Великолепный поединок. Один из лучших, наверное, на этом чемпионате. 14-14. Посмотрите, как Эзонат. Да. Вот сейчас действительно фраза Георгия Буянова. Пошла вода горячая. Сейчас уже кипяток просто. Мне кажется, что Эзонат сейчас пыталась такой эффект неожиданности сделать. В определенной смысле. Есть 15-й. Есть 15-й. Да. Муртазаева золотой дубль оформляет на первенствах России среди кадетов и юниоров. А, да. Думал, про кадетов сказал, что в году серебро было. Нет, но есть 2-годичные. На первенствах России среди кадетов и юниоров, да. Медальный дубль еще есть. Ну что ж, поздравляем. Эзонат Муртазаева чемпион. Евгения Жаркова, серебряная медалистка. Диана Александрова и Элла Минулина будут награждены бронзовыми медалями. Вы увидите церемонию награждения. Флэш-интервью, как всегда. Ну а я с вами прощаюсь. Трансляция организована Федерацией фехтования России и компании ТСМ. Режиссер Валентин Шильников. Вел репортаж я, Алексей Попов. А мой коллега Денис Мельничук еще отработает в эфире как раз на награждении и на интервью. Всего доброго. Я прощаюсь. До завтра. До свидания. А мы с вами встретимся на церемонии награждения. Редактор субтитров А.Семкин